Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 8 февраля, киевское время 20 часов. Сегодня выпуск идет немного позже, но что ж, работа есть работа. Иногда приходится и задержаться. Ну а начну выпуск со вчерашнего удара по Харькову вечернего. Харькова ударила от 6 до 10 ракет комплекса С-300, ударили в центральный парк города. Ну Харьков для меня не чужой город, я уже это вам говорил. Я знаю прекрасно этот парк с стереокинотеатром, с первым светомузыкальным фонтаном, с примыкающей к нему самой большой площадью в Европе. Не дождетесь, не дождетесь, сволочи, что бы вы ни делали. Громили наши парки, убивали наших людей. Именно поэтому мы переможем в этой войне. Поэтому, еще раз повторю, не дождетесь. Ну а мы приступаем к обсуждению оперативной обстановки. И она за прошедшие сутки выглядит следующим образом. Противник пытался взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытная, Марьянка и Углидар несет значительные потери, особенно в живой силе. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Краснопоповка, Шипиловка, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменская, Федоровка, Дубова, Опросная, Бахмут, Красная, Каменка, Водяная, Авдеевка, Марьянка в Донецкой области. То есть оборона стоит, бои очень ожесточенные. За сутки противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых по гражданской инфраструктуре города Харькова и 21 авиационный удар. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре города Николаева и Херсона. Давно Николаев не звучал в оперативных сводках Генерального штаба. Повреждены жилые дома. Высокая остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелами подверглись районы населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. На оперативных направлениях, на линии фронта, Купенско-Лиманское направление. Силы обороны продолжают наносить поражение вражеской технике и личному составу в селе Куземовка. Враг атакует от площанки на Макеевку и от Кременной на широком участке фронта. Наши войска отбивают наступление за прошедшие сутки на этом направлении, на Сватовском направлении, так его иногда называют, противник успеха не имел. На Бахмутском направлении враг прорвал часть обороны в районе населенного пункта Благодатная. Ситуация по Росковеевке и Красной горе пока что точно неизвестна. Там идут ожесточенные бои. В самом городе у российских оккупантов значительное преимущество в живой силе, но наши защитники не только держат оборону, но и периодически наносят поражение, входя в небольшие контратаки. Там тактика заманивания иногда применяется и таким образом мы можем уничтожить как можно больше противника, его живой силы. Насчет преимущества в живой силе, то скажу так, что в район Бахмута нагнали столько войск, что некоторые даже сравнивают с тем, что скоро в атаку они будут ходить шеренгами. Потому как растянуться цепью такое количество людей просто физически не может. Вот столько народу нагнали в район Бахмута и они просто идут волна за волной в атаку. К югу от города Бахмута продвижение не зафиксировано. Но линия боевого соприкосновения там находится пока что на уточнении. Там идут ожесточенные бои и на данный момент окончательно сказать, где изменилась линия боевого соприкосновения или нет, к сожалению, невозможно. На Авдеевском и Новопавловском направлениях враг имеет частичный успех к северу от опытного и полностью занял Водяное. Десантники в маленькой уничтожили один из самых современных танков российских оккупантов. Там был Т-90 Прорыв. Это экспортный вариант самой последней модификации. Находящихся на вооружении и продолжающих поддерживать относительно хилую атаку. По сравнению с ноябрем-декабрем. Ну вот они говорят, что то, что мы и говорили, что в Марьинке атаки не стали немного жиденькими. В плане, по сравнению с тем, что было ноябрь-декабрь, когда самые ожесточенные бои шли. Именно была попытка захватить населенный пункт Марьинка. В районе Водянова, в Угледаре, противник несет огромные потери. Причем как в живой силе, так и в технике. Вот здесь, кстати, по технике самые большие потери у российских оккупационных войск. И в БМП, и в танках. Тут потери исчисляются десятками единиц техники. Далее, в районе Водянова российские захватчики сбрасывали с беспилотником на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51. Это вот о сообщении, что был применен слезоточивый газ против наших военнослужащих. Относить это, дело в том, что он нелетального исхода. И вот эти гранаты это спецсредства, которые не относятся к химическому оружию. Поэтому сразу говорю, сейчас, услышав эту новость, многие скажут, что надо подавать. К сожалению, это не классифицируется как применение химического оружия. Поэтому, такие, но то, что они такое применяют, говорит о том, что от России можно ожидать всего, чего угодно. Тяжелая ситуация сохраняется в районе Кременной. Это можно сделать как вывод из вот этого самого, ну у нас с вами дуга от Кременной до Маринки. Вот эта дуга, огненная дуга, как мы ее ранее называли, где противник ведет самые активные наступательные действия. Пытается продавить, прорвать, проломить нашу оборону, как угодно. Они, ну, можно сравнить с попытками пробить головой бетонную стену. Вот это они именно пытаются делать. Так вот, самая тяжелая ситуация сейчас сохраняется в районе Кременной. Если раньше мы говорили, что это Бахмут, то сейчас нет. Но главное внимание приковано к северным окраинам Бахмута. К северным окраинам. Там они фактически от защитников этой окраины, бахмутского выступа, зависит ситуация в самом городе. В городе тяжело, но все под контролем вооруженных сил и национальной гвардии Украины. О трассе на Константиновку ситуация не поменялась. Противник остановлен на подходе к трассе. Да, она простреливается российской артиллерией, но она продолжает использоваться для нашими военными. Конечно же, гражданским и волонтерам рекомендовано эту трассу не использовать. Но военные эту трассу все равно продолжают использовать. Поэтому пока считаем, что задача минимум там выполнена. То есть враг остановлен, трасса находится под нашим контролем, да, обстреливается артиллерией противника. Так, оккупационные подразделения, подразделения оккупационных войск в районе активизировались за счет пополнений. Но потери в живой силе и техники заставят их снова искать пополнение. То есть они пригоняют туда целые подразделения, батальоны. Уже нет батальона тактических групп, они в принципе и отказываются от такого понятия. Поэтому мы не употребляем это понятие уже давно. И они просто гонят туда маршевые батальоны. Причем личный состав привозят на грузовиках. Ну так, чтобы вы понимали, то есть там колонны бронированной техники уже это довольно... Во-первых, сами колонны жиденькие по несколько единиц. Это взвод рота максимум. А во-вторых, их количество очень-очень маленькое. Личный состав приводит. Так вот, за счет пополнения личного состава они имеют преимущество. Но при этом пополнять потери в живой силе, то есть в личном составе, им приходится постоянно. Практически каждый день туда привозят новое-новое пополнение. Как они еще будут наращивать усилия, сказать на сегодняшний день очень трудно. Вот мы все ожидаем, западные аналитики нам говорят, что да, будет возможно наступление, массированное наступление. Но если честно, у меня вызывает некоторые сомнения. Я понимаю, что может быть увеличено количество личного состава. Ну хорошо, пусть они еще соберут немного техники, увеличат количество техники. Но говорить о том, что завтра там пойдут танковые полки в прорыв или танковая дивизия на каком-то участке в прорыв. Ну я бы вот этого утверждать не стал. Потому как такого накопления войск вблизи линии фронта не наблюдается. Тем более, что мы огневым воздействием контролируем на глубину где-то 50-60 километров вдоль всей линии фронта. Ну что ж, идем далее. На Запорожском направлении обстрелы, позиционная война, перестрелки под огонь противника попали более 30 населенных пунктов вдоль линии фронта. На глубину досягаемости российской артиллерии. На Херсонском направлении то же самое, изменений нет. Обстрелам подверглись порядка 17 населенных пунктов, в том числе и город Херсон. В том числе и город Николаев. Досталось ему реактивной артиллерии от российских оккупантов. В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили. Ну это то, что я вам говорил. Что у них даже они возят личный состав на грузовиках, а здесь, видно, решили помародерить и покататься с шиком на гражданских автомобилях. Тем более, что парк машин у нас у нас у населения намного лучше, чем в самой Российской Федерации. Так что с техникой у них огромные проблемы. Авиация Силы Обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, сбит, вертолет Ми-24, это вертолет огневой поддержки, тоже сбит, и два вражеских беспилотника типа Орлан. Наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, семь районов сосредоточения живой силы и боеприпасов противника. Вот такие военные события произошли за прошедшие сутки на линии фронта и на всех оперативных направлениях, которые характеризуют боевые действия на данный момент. На этом военные новости мы заканчиваем и приступаем к следующему разделу военно-политических новостей. Начну опять же с турецкой трагедии. Я говорил, что будут расти потери, потери растут уже кратно. То есть, если там было, вчера мы говорили о нескольких тысячах, то сейчас уже число погибших приближается к 10 тысячам. На данный момент, ну вот, последнее заявление было президента Турции Эрдогана о том, что 9057 человек погибшими, раненых, внимание, 52 979 человек, 53 тысячи раненых. Об этом заявил президент Турции Эрдоган. Около 8 тысяч человек освобождены из-под завалов. Это еще несколько подземных толчков наблюдалось последние за эти сутки магнитудой 5,4-5,5 баллов. Эти толчки происходили в центральной Турции. Там объявлено чрезвычайное положение до окончания разбора завалов. В тех регионах, 10 регионов пострадало Турции. Украина направляет туда группу спасателей. И президент Зеленский подписал указ о выделении гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения. Я вам скажу так, что число будет колебаться очень сильно. Потому что, еще раз говорю, точно установить можно будет только тогда количество пострадавших, погибших, раненых или спасенных. Можно будет тогда, когда будет разобран последний завал. А так цифра будет расти каждый день и расти очень и очень сильно. В 2008 году, во время землетрясения в Китае, в мае месяце, я там был в командировке в Пекине. И землетрясение было довольно сильное. Цифра колебалась, там до 200 тысяч называлось число погибших. Но вот там я увидел, что такое китайский социализм или роль партии в истории. Я приехал на третий день после землетрясения. И вот там у них проходили партийные собрания, где они оплакивали пострадавших и погибших. И это показывалось по всем каналам китайского телевидения. И цифра в разные газеты давали разную цифру. Цифра колебалась, еще раз говорю, максимально называлась там 200 с чем-то тысяч погибших. И на следующий день под руководством председателя КПК, коммунистической партии Китая, было проведено главное партийное собрание, на котором четко сказали, погибло 64 тысячи, примерно 221 человек. То есть партия четко определила цифру, это стало официальными данными. И с тех пор такое количество не изменялось. Вот что значит роль коммунистической партии Китая. Как бы это горько. Это было бы смешно, если бы не было горько. Но тем не менее, вот такой вот ситуации я столкнулся. У них также температура. Четко партия определяет, что... Потому что по закону 40 градусов и выше надо объявлять выходной день. Поэтому, допустим, в том же Пекине температура, каждый день температура 39,9 градуса. Выше температуры в Пекине не бывает. Но это по официальной сводке, это не по термометру. Вот так же они объявили количество... Я не знаю, как там были спасательные работы. На 14-й день после землетрясения нашли учительницу, которая практически с целым классом учеников спряталась в подвале школы. И вот их откопали на 12-й или на 14-й день после самого землетрясения. Это был там фурор во всем Китае. Поэтому землетрясение очень страшная штука, очень. Масштабы разрушений просто гигантские, просто катастрофические. Ну что ж, теперь следующая новость. Это, вы знаете, самая главная новость сегодняшнего дня. Это то, что президент Зеленский отправился в европейское турне. Действительно турне. Объясню сейчас почему. Впервые, наверное, ну если не считать визит в Соединенные Штаты, это первый выезд, точнее не просто выезд. Первый выезд действительно был в США, но там был целенаправленный визит по приглашению президента Соединенных Штатов Америки. И США предоставили военно-транспортный самолет, который доставил президента и его окружение из польского Жешува, из Польши точнее в, мы не знаем точно, Жешува это был, или Варшава, или другой польский аэродром. Скорее всего военная база. Вот. В Вашингтон. И потом точно так же доставил обратно. Здесь турне. Первое турне после начала массированного отторжения российских войск в территорию Украины. Почему турне? Потому что Владимир Зеленский отбыл в Лондон. Встретился с Риши Сунаком. Ожидалось, что будет много сенсационных заявлений. Ничего не произошло. Единственное, что Риши Сунак высказал поддержку Украины. О том, что Великобритания не оставит Украину. И что будет и учить военнослужащих, и давать вооружение и технику для победы над фашистской Россией. И вот я цитату приведу. Риши Сунак сказал, что агрессия Путина никоим образом не может рассматриваться как успешной. Поэтому мы ускорили и увеличили военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году. Вот такой оптимизм высказал премьер-министр Великобритании. Также в Минтерском аббатстве была встреча президента Зеленского с королем Великобритании, Чарльзом Третьим. К сожалению, пока никаких итогов нет ни по встрече с королем, ни по общему визиту в Великобританию. Дождемся, может быть это будет чуть-чуть позже, ближе к вечерним новостям. И тогда мы узнаем. В своей речи перед парламентом Великобритании Владимир Зеленский поблагодарил заранее парламент Великобритании о предоставлении нам, если они предоставят нам самолеты, нам боевую авиацию. Как это будет, посмотрим. Далее Владимир Зеленский отправился в Париж. Сейчас он на данный момент, на момент записи этого видео, находится в Париже, где будет встречаться с лидерами, европейскими лидерами. Это Эммануэлем Макроном, президентом Франции, и канцлером Германии Олафом Шольцем. Олаф Шольц специально выехал из Берлина в Париж, для того, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Паразавтра Владимир Зеленский едет в Брюссель и там будет выступать в Европарламенте. Будет встречаться с лидерами европейских стран и будет выступать в Европейском парламенте. Так что поэтому я говорю, что это европейское турне, полноценное европейское турне. Когда он вернется в Украину, не знаю, могу предположить, что завтра, после всех встреч в Брюсселе, в штаб-квартире Евросоюза, скорее всего, наверное, завтра визит завершится и он прибудет в город Киев. Параллельно с этим турне мы получаем новость из-за океана, где Джо Байден выступил перед Конгрессом Соединенных Штатов и дословно сказал, что мы будем с вами столько, сколько нужно. Байден заявил о том, что Америка едина в своей поддержке Украины. Он добавил, что в зале Конгресса обратил внимание, что есть посол Украины, присутствовала во время выступления и сказал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько надо. Ну, видите, такой еще один, я бы сказал, коллективный демарш в пользу Украины. Путину показывают, что он идет один против цивилизованного мира. Правда, если вы посмотрите, по-моему, итальянская газета Инфографику опубликовала такую довольно иллюстрационную или демонстрационную даже, я бы сказал, в том плане, что показала, кто на стороне Украины и кто на стороне России. Ну, там, с российской стороны, там, конечно, страны-сателлиты смотреть очень-очень печально. Кто сегодня, ну, хотя бы косвенно поддерживает Российскую Федерацию. Далее, очень интересная новость пришла из Токио. В Токио вчера проходил митинг с требованием к России вернуть японские острова. Ну, вы знаете, да, там, Кунаширы, Туруп, четыре острова. Япония просит вернуть, считает их незаконно оккупированными, да, оккупированными в этих самых, в Российской Федерации после Второй Мировой, ну, Советским Союзом после Второй Мировой войны. Россия, естественно, оставила эти границы так, как они есть на сегодняшний день. Так вот, если раньше формулировка была более лояльная, что острова незаконно находятся под юрисдикцией России, и Япония предлагала там несколько вариантов, а действующий премьер-министр Японии говорит о том, что это станет один из главных вопросов его пребывания на этом посту, решения вопросов. Это возвращение исконно японских территорий, то есть этих четырех островов, и подписание мирного договора с Россией. Ну, второй вопрос они вставят в зависимость от первого. Если Россия возвращает острова, значит, они подписывают с Россией мирный договор. Кстати, нет мира, они до сих пор, ну, до юра, они находятся в состоянии войны. Как вот со Второй Мировой войны повелось, то, в принципе, вот такая вот. Так вот, на митинге в Токио впервые протестующие использовали формулировку «незаконно оккупированные острова». Вот что очень важно. Если раньше все формулировки были более дипломатичные и сглаженные, то сегодня уже даже у протестующих на плакатах было написано «незаконно оккупированные острова». Это говорит о том, что Япония все жестче и жестче начинает вести риторику относительно своих территорий, урегулирования территориального спора с Российской Федерацией. Я бы здесь добавил еще один момент. Смотрите, президент Грузии захотел, чтобы мы включили в капитуляцию России, когда будем принимать капитуляцию России, чтобы мы включили туда пункт, что Россия обязуется вернуть Грузии, оккупированные ею территории, Абхазию и Северную Осетию. Молдова ждет нашей победы, чтобы постараться вернуть себе Приднестровье. Япония начинает риторику о том, что уже незаконно оккупированные острова, не аннексированные, не удерживаемые, никак по-другому. И я сразу смотрю, что в прессе появляются высказывания. Я считаю их вполне справедливыми. Германия должна получить свой приз за то, что они, очень долго думая, в конечном итоге заняли жесткую позицию в поддержку Украины и против фашизма, который создан в Российской Федерации. Во-первых, в Германии есть моральное основание того, что избавиться от комплекса вины за Вторую мировую войну. Теперь эту пальму первенства на себя перехватила Россия. Теперь они фашистское государство, они построили российский фашизм, который будет изучаться в дальнейшем в истории, как когда-то был итальянский фашизм, потом был Гитлер, немецкий фашизм, теперь будет российский фашизм. Но факт тот, что Россия это перебила. Так вот, я к тому, что Кенигсберг, исконно немецкие земли. Кстати, для истории Германии они имеют очень большое значение, потому что государственность, немецкая имена идет из Кенигсберга. Кенигсберг, так правильно будет звучать. Поэтому Германия имеет полное право на возвращение своих исконных территорий, и Кенигсберг должен перейти под юрисдикцию Германии. Я считаю, это будет вполне справедливо и правильно. Тем более, что срок аренды, там было 49 лет, аренда Кенигсберга. Ныне это в Советском Союзе назвали Калининград, и сейчас он называется город этот Калининград. Так вот, срок аренды давно истек. Кстати, Ангеле Меркель, неоднократно немецкие патриоты, задавали этот вопрос, почему она не поднимает, не ставит перед Путиным вопрос о возвращении этих земель. Потому как все сроки давным-давно уже прошли. Так что, я думаю, что правительству Германии как раз время задуматься над этим вопросом. Ну и Китай. Китай проводит совместные учения с Российской Федерацией в Африке. С 16 по 26 февраля будут проходить совместные учения Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Ну там задавали вопрос, сразу скажу, что не привезет ли Россия с этих учений кучу техники, потому как у Китая очень много советских образцов техники находится на вооружении. Ну сейчас уже не на вооружении, сейчас уже на хранении. Они с 17-го года, к 17-му году они полностью перешли на отечественное вооружение. Все поменяли. Нет, не приедет с Африки. Точно вам скажу, что российские войска, которые принимают там участие в совместных учениях, они не приедут там на советском вооружении, не пополнят там свой боезапас. Китай может... Китай сегодня пошел на конфронтацию с Соединенными Штатами. Это очень плохо для нас и очень плохая перспектива. Почему? Потому что Китай может в данной политической ситуации, может поддержать Российскую Федерацию для того, чтобы они не проиграли эту войну. Даже вариант там Северной Кореи, о котором сейчас трубит во все трубы Россия из всех утюгов, используя все свои рычаги влияния, Россия устраивает в качестве победы. Застолбить те территории, которые они захватили. Для России это будет победа, для мира это будет катастрофа. Так вот Китай может начать помогать России в военном отношении. И кстати, видите, дыма без огнания не бывает. Вчера один из зрителей написал, что в Казахстане замечены эшелоны с танками, которые идут из Китая в Россию. У них огромное количество, там несколько тысяч километров протяженность совместной границы. Есть на этой границе несколько железнодорожных веток, которые соединяют Китай и Российскую Федерацию. Так что это вполне может быть. Китай может. Тем более, что в Китае прозвучала прямая угроза. В сторону Соединенных Штатов отдана команда войскам. Председатель партии Си Цзепин на одном из своих выступлений призвал армию быть готовой в 25-м или 27-м году к проведению военной операции против Тайваня. Так что вот такие вот дела. Россию они используют как инструмент давления на Соединенные Штаты. И вполне возможно, что Китай может рискнуть своей экономикой, сейчас объясню почему, чтобы повлиять на внешнеполитическую ситуацию и утвердиться на мировой арене как государство номер два в мире. А рискнуть экономикой почему? Потому что товарооборот 35% ВВП китайского это товарооборот с Америкой. Торговля с Америкой. Поэтому рискнуть. Америка может сделать все, что Китайская экономика может рухнуть в один день. Вместе с финансовой системой. Но, правда, Америке тоже от этого сладко не будет. Потому что все-таки связи взаимные. Они сейчас вынимают частично производство. Трамп начал эту риторику, что все американское производство надо переводить на территорию Америки. Сейчас эта тенденция продолжается. Фирмы уходят с китайского рынка, заводы продают в Китае и переводят производство в Соединенные Штаты Америки. Но посмотрим, чем закончится это противостояние. Для нас это не совсем хорошее развитие ситуации. Шар этот, вы знаете, который сделал невозможным визит Блинкина в Китай. Соответственно, дорожную карту по урегулированию отношений между Китаем и Соединенными Штатами рассмотреть не удалось. Американцы что-то там написали в этой дорожной карте. Но Китай с ней не ознакомился и, соответственно, не обсудил. Вот это очень плохо. И сейчас вот разворачивается такая конфронтация с нехорошими слухами о якобы поставках оружия со стороны Китая, Российской Федерации. Кстати, там снарядов тоже очень много. И Китай может поставлять еще и боеприпасы России. Так что здесь ситуация не совсем хорошая. Ну и вишенка на торте, на пассажок хочу объявить вам новость о том, что был у нас в гостях министр обороны Федеративной Республики Германии Борис Писториус. И он привез такую новость, что правительство приняло решение разрешить передачу нам 187 танков Леопард-1. Все танки версии А5. Это последняя практически версия танка Леопард-1. Но она наилучшая из всех танков Леопард-1. Она уже... Вот из Леопард-1 в версии А5 уже выходила начинка танка Леопард-2. Ходовая база были обновлены, а вот артиллерийская начинка уже как бы выходила. Пушка была усилена, а я имею ввиду по автоматизации, электронике, по прибору управления огнем, по лазерным дальномерам и так далее, и тому подобное. По броневой защите. А пятая это в принципе неплохая версия. Хороший конкурент, хороший конкурент Т-72 и Т-64, если вот так сравнивать на вскидку. Танков будет... Танков 187. Часть из них... Они на хранении. Часть из них хранится на заводе, часть в Бундесфере. Они требуют ремонта. И завод готов, производитель, все отремонтировать, даже что-то там улучшить. И усилить, улучшить, укрепить. Вот. До конца. Поэтому они сроки точные сказать не могут. Но уже Дания и Нидерланды присоединились к этой программе и отдают свои танки Леопард-1. Так что число танков будет больше. Больше 200 будет танков. И вот министр обороны Германии сказал, что к лету, то есть в ближайшие три месяца, мы получим 20-25 машин. Дальше до конца года около 80 машин. И в течение 24-го года Украина получит более 100 танков Леопард-1. Это минимум три батальона. Включая материалы, которые нужно будет докупить, запасные части, амуницию и, конечно же, обучение. Наши танкисты обучение уже начали в Германии на танках Леопард-2. И я так понимаю, что сейчас будут и на танках Леопард-1. Кстати, об этом же и сообщил министр обороны Германии. А то, что более 600 военнослужащих вооруженных сил Украины приступили к обучению в Германии на новые образцы техники. Вот такие военные и военно-политические новости произошли в мире и в Украине и на полях сражения. На этом первый раздел нашего видео мы заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, а мы с вами через некоторое время продолжим. А продолжим мы с вами традиционно. Это ответы на ваши вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Объясните, пожалуйста, как считаются обстрелы по количеству выстрелов, попаданий или целей. Эта техника считает автоматически или... Эта техника считает автоматически спасибо, слава Украине. Нет. Это считается все вручную и считается по количеству целей, которые они поражают. Один огневой налет может поражать несколько целей. Но если это один огневой налет, то это считается как один. Если, допустим, одну цель поразили, один огневой налет, через некоторое время еще один огневой налет. Это разные огневые налеты. Хотя они могут быть по одной и той же цели. Но если есть разнос по времени, значит, это два разных огневых налета. Но по одной и той же цели. Считается как два. А если одновременно по трём-четырём целям, то это считается как один огневой налёт. Считается это всё вручную, считается нашими военнослужащими. Это всё собирается, я вам уже неоднократно рассказывал, в журнал ведения боевых действий. И дальше подаётся разведдонесение или сводка за прошедший день, ну два раза в сутки она подаётся, как правило, в 6 утра и на 6 часов утра состояние дел и на 6 часов вечера. И вот с этого доклада, обобщённого доклада, Генеральный штаб уже к 6 утра выдает нам сводку по тому, что произошло на линии фронта. В одном из видео вы рассказали про нашу кольчугу, та французскую МГ-200. Это радиолокационная станция, которую сейчас Франция собирается передать нам. За информацией с видео я зрозумел, что наша система краща. Может я помиляюсь? Питание, чи не краще налагодить випуск властных систем, а західні зразки використовувати додатково? И взагалі, чи можливо их використовувати объединено? Дякую за відповідь, слава Україні! Ну, я уже, смотрите, я постоянно объясняю, ладно, я не устану объяснять, для этого мы с вами и пишем эти видео. Смотрите, дело в том, что огромнейшая проблема организовать производство кольчуг, огромнейшая. Родной завод в Торезі, который был, он был украден Российской Федерацией после 2014 года, после оккупации этих территорий. Нам удалось вывести всю техническую документацию, своевременно вывести, она полностью у нас. Но у нас сегодня нет производственной базы. Организовать производственную базу на территории Украины фактически невозможно. В любой момент туда может прилететь ракета. Коллаборантов и негодяев, которые помогают Российской Федерации, сдают координаты, к сожалению, хватает. И поэтому, как только мы организуем производство, не ровен час туда может прилететь российская ракета. Организовывать производство где-то за границей, вы же понимаете, какие это затраты и временной показатель. Поэтому на сегодняшний день все эти кольчуги, которые у нас есть, технически исправные, они все работают в системе противовоздушной обороны и противоракетной обороны страны. И сегодня для нас спасением являются рабочие, готовые рабочие радары, которые нам предоставляют наши партнеры. Когда настана наша перемога, тогда мы поднимем вопрос о обороноспособности страны и будем организовывать производство и выпуск в том числе и отечественных образцов вооружения. И вот тогда мы будем говорить, что мы на базе такого-то завода будем собирать радиолокационные станции типа кольчуга. Вот тогда. Сейчас мы берем все, что нам дают, мы берем. Потому как собственных запасов у нас, к сожалению, нет. Времени на организацию производства у нас тоже нет. Ну и денег на организацию этого же производства у нас тоже нет. Та помощь, которую нам дают, я так понимаю, что мы ее можем тратить по согласованию с нашими же партнерами. Они жестко контролируют каждый доллар, каждое евро, перечисленное Украине. Видите, контролеры будут работать три года практически на постоянной основе. По принципу ротации одни уехали, другие приехали. То есть договориться с контролерами не получится. Потому что одни уедут, приедут следующие. Если они узнают, что предыдущие договорились, то и тех посадят, и тех, кто с ними договорился, тоже посадят. Здесь уже американцы не шутят. Они свои деньги, и европейцы тоже, они свои деньги считать умеют. Подскажите, какими средствами ПВО-ПРО можно защитить Харьков от постоянных обстрелов из Белгорода ракетами С-300? И есть ли перспектива получения Украины таких установок? Да, конечно, есть. Защитить Харьков можно такими же системами, как ИРИСТЕ, НАСАМС, ПЭТРИОТ или МАМБА. Любая из этих систем повлияет на ситуацию с обстрелами в лучшую сторону. Но ПЭТРИОТ и МАМБА, они как бы более предназначены, особенно в противоракетном отношении, у них дальность 40-45 километров, но они могут бороться с баллистическими ракетами. И в том числе со сверхзвуковыми ракетами, коей является ракета комплекса С-300. Так что перспектива есть с получением... А у нас, кстати, ПЭТРИОТов нам там аж три должны передать. Уже наши ребята учатся и говорят, что опережают график. Так что в марте, я так понимаю, может прийти первый комплекс типа ПЭТРИОТ. Ну и вот этот франко-итальянский МАМБА или САМПТ-Т. Мне больше нравится его название МАМБА. Это его название. Он тоже, наши ребята уже приступили к обучению и тоже достаточно 4-6 недель и он будет здесь. Так что где-то к концу марта мы можем получить и его. Все будет зависеть от решения Генерального штаба, где какой комплекс расставлять. Какие боевые задачи может решать фрегат Иван Мазепа, который в лучшем случае поступит к нам на вооружение, в начале следующего года. Ну так давайте в лучшем случае тогда и вернемся к фрегату. Фрегат вообще выполняет функции боевого корабля, который ведет боевые действия как на воде, так под водой, так и в воздухе. То есть у него есть противолодочное вооружение, у него может быть на фрегатах располагается ракетное вооружение для того, чтобы наносить удары по сухопутью той или иной страны. Вот фрегаты и корветы Российской Федерации обстреливают калибрами и стреляют по территории Украины. Вот вам боевое применение. Но фрегат может вести и морской бой, как с подводными лодками, так и с надводными кораблями. Плюс он имеет довольно неплохую систему противовоздушной обороны и может вести бой с воздушными целями. То есть это такой, я бы сказал, универсальный корабль, который выполняет именно боевые задачи по борьбе с противником. По борьбе с противником. Если эсминцы там, они могут выступать еще как сторожевые корабли, как корабли конвоя, то фрегаты это боевой ударный корабль, который предназначен для борьбы с противником на воде, под водой и в воздухе. И на суше в том числе. Доброго вечера. Підкажіть, будь ласка, чи можна облаштувати так кордон, щоб зробити його для противника в разі наступу неприступным? Так а мы так и делаем. Именно неприступность сегодня на, допустим, украинско-белорусском кордоне, мы уже строим даже забор с обваловкой его с нашей стороны, чтобы нельзя было там просто подойти, толкнуть пролет, он упадет и танки поедут дальше. Нет. Колючая проволока, минные поля. А фактически мы превращаем всю границу из Российской Федерации, из Белоруссии, превращаем границу в укрепрайон. Это линия обороны, это уже больше даже не граница, а я в своей точке зрения, я бы ее уже называл линией обороны. И на сегодняшний день она постоянно наращивается в инженерном отношении. Поэтому не переживайте, именно этим мы и занимаемся, наши силы обороны. Учения проводят с личным составом и подразделениями прикрытия государственной границы, так это правильно называется, и саму государственную границу приводят в состояние рубежа обороны, многошелонированного рубежа обороны. Скажите, пожалуйста, насколько термобарические снаряды сложны в изготовлении, есть ли такие снаряды в странах НАТО? Да, есть такие снаряды в странах НАТО и вообще в мире. Есть еще снаряды объемно-детонирующего взрыва или вакуумные боеприпасы, их называют. Это одна из разновидностей термобарические и вакуумные боеприпасы. Это, будем так говорить, боеприпасы одного типа, одного вида. Единственное, что это сложное химическое производство. Там довольно сложный состав взрывчатого вещества, который обеспечивает термобарический эффект в одном случае, а в другом случае объемно-детонирующий эффект. Поэтому, в принципе, это довольно сложное производство. Я бы сказал так, это высокотехнологичное производство, в первую очередь. При применении современных технологий это все автоматизируется и выглядит как конвейерное производство. Но оно по своим технологиям довольно сложное. Почему? Потому что здесь главным является химия взрывчатых веществ и парохов, которая на основе технологий, химических технологий, готовится взрывчатая смесь, которая заправляется в эти боеприпасы. Ну и, соответственно, ее подрыв должен быть с задержкой. И, соответственно, эта смесь должна сдетонировать. Она должна сначала превратиться из жидкости или из желеобразного состояния, перейти в газообразное состояние. Это первое, как бы, ее распыление за счет подрыва. А потом уже ее детонация как взрывчатой смеси с выжиганием, допустим, термобарически. Это с выжиганием кислорода, что приводит к поражению личного состава. Недостаток кислорода и плюс высокое давление. Поэтому довольно сложное современное высокотехнологичное производство, связанное с химией взрывчатых веществ. Объясните, пожалуйста, чем отличается танк «Леопард» от зенитной установки «Гепард», имея в виду тех частей самой базы. Водитель «Гепарда» сможет управлять «Леопардом»? Спасибо большое. Конечно, установка «Гепард» — это танк «Леопард-1». Они отличаются только огневым модулем, только башней. А ходовая часть — это один и тот же танк. Поэтому, кстати, когда начинали давать, шел разговор о том, что дадут «Леопарды», ну, я, многие с военного экспертного среды, люди сразу же сказали, что никаких проблем, у нас есть механики на «Леопардах». Механики «Гепардов» — это люди, которые могут сесть за рычаги «Леопард-1». Ну и, в принципе, переучить с «Леопарда-1» на «Леопард-2» — это вообще не проблема. Там изменена ходовая часть, чуть-чуть трансмиссия изменена, более мощный двигатель. А так, в принципе, я бы не сказал, что они кардинально отличаются один от другого. Но переучивание не займет много времени. Но тут же в танках самое главное — не механик. В танках самое главное — это экипаж. Механик, каждый имеет свой вес, но наводчик и командир — главнее. Потому что это все-таки огневая мощь. А главное достоинство танка — это артиллерийская пушка, которая установлена в башне. Вот управление огнем — это главное для танка. Поэтому... А механики нет. Ну, отличия минимальные. Как самое мы чувствуем, что Россия делает великий наступ? Бо сейчас немного не понимаешь. Десь идет наступ России, десь они обороняются, десь наступ России так и не прекратился, до приклада, Бахмут. Бо я не думаю, что они смогут снова попрыть колонами, как 24 люта. А вы абсолютно правы. Ну, я, в принципе, объяснил это в оперативной обстановке в самом начале. Действительно, на сегодняшний день такого, как было 24-го, нет. Они начинают наступление, ну, на военном языке это называется, из непосредственного соприкосновения с противником. То есть, они ведут боевые действия, мы находимся в соприкосновении с ними, и они начинают наращивать усилия, переходя в атакующие действия. На некоторых участках они усиливают атаки, потому что они там не прекращались. Это вот правильно вы привели. Бахмут, Авдеевка, Маренко. А вот, допустим, в районе Кременной, Сватова, они перешли в наступление, усилив там личный состав. Мы ожидаем, что еще от Валовик может пойти, наступательная группировка какая-то небольшая российских войск. Но, опять же, это все переход из непосредственного соприкосновения. С выдвижением из глубины никаких наступлений, бронированных колонн на сегодняшний день, ну, вряд ли Россия сможет собрать. Они будут гнать в основном пехоту, в основном. Поддерживать ее огнем артиллерии максимально, насколько это у них получится возможным. Вот. И что там есть по танкам? Что там есть по танкам? Они будут тоже стараться подогнать эти танки, усилить наступающие войска. С авиацией туго, потому что у нас очень довольно неплохая система ПВО на переднем крае. Ну, и посмотрим, что мы можем... Видите, в районе Углидара мы повыжигали столько бронетехники, что морская пехота Тихоокеанского флота сидит тихо, как мыши. И такая, хиленькие атаки, как дает наша разведка, пытаются. Но уже даже нечем прикрыть наступающие войска. Вот так вот это примерно будет выглядеть. Но это будет сплошная атака. Возможно, круглосуточная, как это делали вагнеровцы в Солидарии. Там они круглых суток ходили в атаку, не останавливаясь. Пока просто не закидали телами наши окопы, и мы вынуждены были отойти. Под огнем артиллерии и под шквалом вот этой наступающей пехоты. Скажите, пожалуйста, как выбирают калибры для орудий и из каких соображений взяли, допустим, 122, а не 132 мм? Дело в том, что система калибров сложилась уже давно, с появлением огнестрельного оружия. Стали понимать, что надо диаметр ствола делать примерно одинаковый, стандартизированный, под пулю. В принципе, вся система калибров сводится к дюймам. Почему? Потому что когда-то большинство стран мира была именно на дюймах. И, ну, чтобы вы понимали, почему называется винтовка трехлинейка. Потому что калибр этой винтовки три линии. Что такое линия? Это, правильно, это одна десятая дюйма. Два, там, 2,54 мм. Если вы умножите на три, вы получите калибр 7,62. Ничего не напоминает. Умножьте еще на 10, и вы получите калибр 76,2 мм. Это ЗИС-3 пушка. Когда-то она устанавливалась на танки, в том числе и Т-34. Трехдюймовка. Понимаете? Это пушка трехдюймовка. Пушка калибра 152, она же не ровно 152. На 152 и... И четыре десятых миллиметра. И это шестидюймовое орудие. И оно же и на флоте было шестидюймовое орудие. Шестидюймовки были основной калибр. 203 миллиметра, это, по-моему, это девятидюймовое. А 305, это двенадцатидюймовое орудие. Вот отсюда взяты все калибры, взяты именно из вот этих вот дюймов. И, соответственно, под них уже и подстраивались. Поэтому так и вышла система, что 122, а не 132. И вот таким вот образом, ну, исторически так сложилось, что в дюймовой системе разрабатывали. И, соответственно, было удобнее считать калибры. И, кстати, полевая гаубица когда-то там была трехдюймовая. Была полевая гаубица и двухдюймовая. А уже там орудие большей мощности тоже все измерялось в дюймах. Поэтому и калибры соответствующие. Чи может допомога Китаю, Россия глобально изменитый ход войны? Чи может Россия с допомогой Китаю, если не перемогти, то выйти на перемоги и заморожение конфликта? Да, к сожалению, это да. В оперативной обстановке, военной оперативной обстановке, в начале видео я рассказал этот момент, что если Китай возьмется помогать техникой и вооружением Российской Федерации, то да, конфликт может принять затяжной характер. И это может действительно привести к тому, что Россия вынудит нас садиться за стол переговоров. Это самый худший вариант, который может быть на сегодняшний день. Я думаю, именно поэтому президент Зеленский поехал сейчас в это европейское турне выбить максимум вооружения, для того, чтобы мы, видите, как Риши Сунак сказал, премьер-министр Великобритании, что надо эту войну закончить в этом году. Поэтому они готовы давать оружие столько, сколько надо. Они готовы поддерживать Украину столько, сколько надо. И сейчас шанс есть опередить, даже опередить Китай. Просто опередить. Если Китай решит тихоря помогать России, а пока по непроверенным данным это может случиться, то у нас есть шанс опередить Россию, нанести разгром, выйти на границы. 91-го года до конца года. А потом можно будет вводить иностранный контингент международный. Либо под мандат ООН, что было бы самое лучшее. И это можно сделать через Генеральную Ассамблею, чтобы Россия не наложила права вета, если она еще к тому времени будет в совбезе ООН. В принципе, наверное, будет, потому что пан Гутерриш, генеральный секретарь ООН, как-то очень сильно любит Россию. Очень. И боится критиковать ее аж от слова совсем. Или никак не реагирует на агрессивное поведение Российской Федерации. Но международный контингент, который встанет на наши границы, это будет гарантия. Вот то, что мы требуем гарантии стран, вмешательства в войну, вступления в войну на нашей стороне, если Россия попытается напасть еще раз. Вот это может нас спасти от... И мир, кстати, в этом случае эта война будет иметь характер мировой, если они решатся напасть на контингент, стоящий на границе Украины и России. Но Китай, да, может изменить эту ситуацию вот именно в худшую для нас сторону. Ну что ж, на этом мы вторую часть нашего видео тоже заканчиваем. А именно, ответы на ваши вопросы. Вот. И у нас остается с вами это приветствие, комментарии, которые вы прислали к предыдущим. видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет вот такой. Ну, кстати, так же, как я и говорил, что реальная грузоподъемность моста намного выше, чем та, которая заявлена в его характеристиках. Мосты вытремают. Перевирана зерновозами. До рамок их вага досягала 70 тонн. То есть 70-тонный зерновоз едет по мосту, на котором написано 20 тонн. Или 40 тонн. Так что, видите, это не проблема. Проблема в том, что где танки? Будут танки, мы их перевезем. Не по мосту, так. Евпатория дырится, верит в ЗСУ, тазнотерпением чекая на зустричь с хлопцами. Чтобы хлопцы из ЗСУ пришли в Евпаторию. Они с удовольствием позагорают и отдохнут после ратного труда на поле боя, отдохнут на пляжах Евпаторийского побережья. По поводу шара над Соединенными Штатами. Помню, в древности, если царь хотел с кем-то воевать, он отпускал в свободное путешествие особого коня со свитой и указом пропускать коня, куда бы он ни шел. Рано или поздно конь заходил в чужое царство. Пограничники, которые не пускали в свое царство этого коня, с не пустившими коня царством царь начинал войну. В настоящее время царь отправил объект именно в ту сторону, в которой видит врага. Очень хорошая притча, которая объясняет, зачем китайцы. Дает один из ответов. Кстати, опять же, вспоминаем японский философский сад камней. Тоже, если брать по философии, то да, этот шар, залетевший в воздушное пространство Соединенных Штатов, я вам рассказывал уже про 11 сентября, и Штаты его там сбивали, не сбивали, думали, три дня думали, два дня сбивали, теперь вылавливают там целую спецоперацию, поднимают. Вот такой вот, на просторах интернета ходит стихотворение. Оно уже давно ходит, оно где-то летом я еще его читал, очень давно, про запахи. Я не знаю, кто автор этого стихотворения, его нету, но судя по тому, что я его встречаю уже на четвертый или пятый раз, в комментариях вы пишете, чтобы озвучить его, это стихотворение. Оно набирает, ну, какое-то количество лайков, не самое большое скажу, но тем не менее, людям нравится. Я попробую его, я попробую его зачитать. Как, ну, не скажу, что я там стихотворный чтец, но тем не менее. Звучит от стихотворения следующим образом. У каждой страны есть запах особый. Пахнет Италия свежую сдобой, Франция пахнет вином и духами, Ну, а Швейцария пахнет сырами. Пахнет Голландия запахом пряным, Кофе, тюльпанами, марихуаной. Бельгия пахнет Евросоюзом, А в Люксембурге фруктовыми смузи. Пахнет Германия с Чехией пивом, Продажной любовью пахнут Мальдивы, Пахнет Бразилия сексом и танцем, Чаем и тостом пахнут британцы, Пахнут свободой Америки Штаты, Нефтью воняет песок в Эмиратах, Пахнет рабочей силой Китай, Пахнет Япония жанром хентай, Пахнет Гашишем Афганистан, Маком душистым разит Пакистан, Пахнет Колумбия лишь кокаином, Пахнет пшеницей вся Украина. Телом немытым, говном перегаром, Гарью удушливой, гнилью угаром, Пьяная ругань и запах сортира, Внешние признаки русского мира. Тленом и кровью, Плешивой мессии, Чуете вон, Вонь, это запах России. Вот такое вот стихотворение, Автор неизвестен, Но вот оно гуляет интернетом, И неоднократно встречалось, Я его вам прочитал. Следующее. У россиян на повестке дня Два основных вопроса. Как диктовать свою непреклонную волю Западу, И как растянуть мешок картошки На три месяца. И что характерно, Как только ставится первый вопрос, Так сразу же появляется и второй. Кстати, очень хорошее в философском плане Описание ситуации Российской Федерации, Которая она находится на сегодняшний день. Они навязывают свою непреклонную волю, Неустанно, И не меняя ее, Пытаются ее навязать всему миру, И при этом думают, Как им долго протянуть на том, Что у них есть. То есть, война на выносливость. Мешок картошки на три месяца. Кстати, по слухам, Из Кремля, Опять же, При открытой щели ворот На Спасской башне, Доносятся слухи О том, Что на одном из совещаний, Ну, вы знаете, Набибулина, Глава Центробанка России, Говорят, она очень грамотный специалист В финансовом отношении, Ее забирали в Международный валютный фонд, Но Путин не отпустил. И она писала несколько раз заявление С министром финансов, После 24 февраля просилась в отставку, Путин ее тоже не отпустил, И она, Говорят, что она держит рубль, Спасает Россию от финансового краха она. Так вот, говорят, Что на одном из последних совещаний Путин решил пошутить, И спросил ее Эльвира, Эльвира Набибулина, Спросил, как там задница светит нашей экономике, Точнее, нашим финансам, А то пугали, пугали, А рубль вроде как в России стабилен. Она сказала, не знаю, как задница, А писец придет в конце лета. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день В Российской Федерации. Ну, это слухи. Ходят слухи по углам, Ходят слухи тут и там. Так гласит один стишок. Так, и... Следующий. Только что Герман... Ну, вот это комментарий как раз вчера прозвучал. Только что Германия сказала, Что поставляет именно Леопард в версии... Леопард 1 в версии А5. Так что мы как бы должны быть довольны. Ну, и вторую модель в версии А6 Поставят до конца марта. Это, кстати, да, еще по Леопардам вторым Это действительно будет А6. Это уже, я скажу так, После А5 модели Второй Леопард это уже была более современная машина. Шестая версия, это предпоследняя версия. Довольно хорошо укомплектованная И довольно представляет собой Серьезную, серьезный танк. Поэтому для нас это очень Очень хорошие новости. Когда служил в армии А вот про общевойсковой защитный комплект. Помните, мы говорили, что там Противоатомная защита И все-все-все остальное В вооруженных силах. Я сказал, что Одевать костюм АЗК Ну, даже его так На открытом пространстве Одевать тяжело А в бронетехнике Это вообще катастрофа. Так вот Автор комментария пишет Что когда служил в армии Мы бегали В кавычках пробовали В общевойсковом защитном комплекте И противогазах После ста метров Появилась устойчивая мысль Если умирать То лучше без противогаза. Да, действительно Кстати, это норматив есть Бег И преодоление полосы препятствий В противогазе И в средствах В средствах Общевойсковой защитной В средствах защиты От оружия массового поражения. Да, я вам скажу, что Это жесть жестяная В АЗК Бегать В противогазе И да Устойчивая мысль Лучше умереть без противогаза Через 100 метров Бега в АЗК Ну что ж На этой юмористической ноте Мы закончим наше Сегодняшнее с вами видео Я благодарю вас За ваше внимание Что вы досмотрели До этого момента Как всегда Приглашаю подписаться Тем, кто еще не подписан Поставьте лайк этому видео И тогда его смогут увидеть Как можно больше Людей Ну а Отдельная благодарность Спонсорам и тем Кто помогает Моему каналу Благодаря вашей помощи У меня есть возможность Записывать эти видео И доносить до вас Эту информацию Огромное вам Спасибо Человеческое Ну а мы с вами Продолжаем верить Сбройным силам Украины Перемога За нами Слава Украине Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому